приветствую вас гости и подписчики канала петрович кулинария давно я хотел отснять это видео на тему обзор каши каши перловая каша гречневая каша рисовая с говядиной поэтому обзорчик будет для меня долги для вас быстрый состав у них в принципе одинаковые но кроме крупы содержание мяса порядка 10 11 процентов как указано на этикетке как для выживания в целом концепция подходит продукт не новый он еще продавался и изготавливался в ссср до в советском союзе насколько остался прежний вкус мы сейчас это проверим начнем в начале с перловой каши и по ходу будем с вами думать как ее употребить что с нее можно сделать и так далее открыл я нашу баночку вот такой вот у нее внешний вид стоимость каждой банки не превышает 52 рубля то есть у меня вышло три банки 150 где-то 6 или 159 рублей ну прям какие-то копейки на самом деле то есть какая-то каша дороже какая дешевле внешний вид стандартный для перловой каши с мясом в начале пробую я то есть каша достаточно плотная здесь также указано что в составе несмотря на то что это каша с говядиной но и тем не менее присутствует свиной жид пробуем на вкус я пробую холодную и не разогретую на соль в пределах нормы но холодном виде я не могу вам ничего сказать давайте проверим сейчас на самым главным испытуем который скажет вкусная эта каша или нет как говорится произведем опыт на животных я собаку еще не кормил и поэтому это будет по-честному да ну давайте примут чуть-чуть чтобы не травмировать психику моей собаке чего жанночка попробуешь кашу вкусный кушай кушать кушай моя девочка кушай пытается найти мясо в этой каши не поймет чуть такое потому что ранее никогда не давал но видите собака ест сейчас мы нашу кашу разогреем на сковородке и посмотрим насколько она пригодна так в целом в разогретом виде сейчас мы сделаем честный обзор я на самом деле давно думал о покупке каш подобных поэтому какая просто мне ради интереса какая из них вкуснее есть еще в продаже гороховой каши с мясом также со свининой также с говядиной как вы считаете данную кашу с говядиной можно отправлять в индию или нет ха 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 простите мой юмор я сделаю огонь немножечко потише поменьше вот так порции на один раз а сколько в банке грамм такая упаковка что 340 грамм 340 грамм в банке в принципе это полноценный наверное обед наверно выживальщик сейчас как раз растопится жирок и будем кушать так но песик песик съел все что ему дали и просит добавку видите даже еще и облизывает да жанночка жана еще хочешь хочет вон хвостиком махает хочет конечно сейчас моя девочка я продегустирую и дам тебе так я выключаю то есть в принципе для дегустации я думаю что более чем достаточно так как я сказал что не хватает соли я сейчас прям чуть-чуть ее вот солю ну чисто для себя хороша к перемешивая по запаху опять же но не настолько насыщенный аромат именно самого мяса наверно из-за того что это просто подешево дешевая каша да там на 50 рублей за банку а если пойти в магазин просто посмотреть состав сколько там содержание будет непосредственно мясо но тогда уже проще купить какую-то банку тушенки по какой-то акции не содержание будет мясо хотя бы на 50 процентов до остальной там живы там балка и так далее пробуем на вкус насколько это приближено кто перловки которые я делал ранее каша перловка проваренная нету таких сырых и зерен я бы сказал я чуть-чуть подсолил для меня настало еще более вкусные она ничего мне сравнить как бы не с чем то есть если меня в кармане будут последний 50 рублей и у меня нечего будет реально поесть купить то как вариант вот этот банку с тушенка но там вот это вот каша она в принципе как вариант вне витаминов килокалорий прям очень много понимаете то есть да можно где-то купить там маленькие маленькая бедрышко сварить себе там какой-то бульон суп там что-то поколдовая там купить там одну картошку там маленькую там страшненькую морковку там где-то попросить на рынке да можно выжить там на 50 рублей в день но это будет не так сытно поверьте мне я люблю очень вкусно поесть что с ней делать как выживание как выживание да допустим представляем какой-нибудь самый такой апокалипсис пытаться ею каждый день я бы лично не смог берем на рыбалку берем на дачу берем в поход можно держать несколько банок у себя в кладовке срок годности 2 года поэтому если брать какой-то тяжелый момент вашей жизни да но банок 10 можно в принципе не просто на тот случай если вам при реально нечего будет кушать что можно из нее приготовить на даче на рыбалке в походе вы берете казан в ожидании вы приготавливаете еду добавляйте воду у вас уже есть подготовка вам надо только ее разогреть и скипятить до разбавляйте в казан добавляйте картофель лук морковь вас полноценный суп с перловкой можно добавить сюда еще картошки у вас будет как бы тушеная картошка с перловкой как вариант шулюн да тот же самый вариант но это будет очень вкусно какая каша мне понравилось больше вы об этом узнаете в конце видео поэтому все ребят первая часть закончилась вторая через мгновение так ну что я уже переоделся следующие испытуемые у нас гречневая каша по запаху по запаху гречка пробуем холодную не горячую если учесть что гречку я давно не покупал я и не кушал не с молоком не просто как каша то есть не не готовил ничего ближайший наверное год вот там плюс-минус но скажу так собаки и и не отдам но попробовать собаки я дам посмотрим что как она проявится его реакцию наложу немножко да то есть вот она гречневая каша кстати производитель обычно показывают производителя прям типа к рекламу как бы мы здесь все по-скорбому просто гречневая каша так достаточно потому что она поел еще перловой каши разогреем посмотрим сколько мяса жанна жан ешь кушай чего наелась давай кушай что не хочешь кушать ну или собака просто не голодный потому что она съела банку с перловой кашей или просто не зашло иди кушай жанночка ну давай покажи мастер-класс давай иди кушай иди кушай 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 твоя каша кушай ну наверное впервые каши было больше мяса наверное чем нежели в этой поэтому перловка она съела с удовольствием гречечку как бы извините меня но гречка 2 мясо да как говорят здесь собачки наше не зашло хорошо давайте сделаем по-другому решил эту кашу не отдавать собаки а съесть ее самому потому что но она заходит да она легче чем перловочка как я уже говорил и в кладовке ее можно держать как сухопоек такой или посолил она стала более пригодной для еды в поход можно брать как быстро перекус идете на обед залетаете в магазин хватаете не глядя банку для дома на сковородку две минуты разогрели на тепленькое чайочек и вот так вот вкусно вот если честно я уже обелся сейчас сразу сделаю рисовую кашу вкусно не вкусно конечно если взять тушенку и отварить гречку это будет вкуснее потому что там будет больше мяса это больше чем-то смахивает такую ну кого макароны по-флотски наверно вот что то то есть сытно и вкусно все ребят следующий испытуем и это у нас каша рисовая с говядиной так ребят ну что финал рисовая каша пробуем ее на вкус а вначале мы и понюхаем какая она а запах по запаху она никакая пробуем на вкус по вкусу она никакая даем песику так даем песику рис весь разваристый в любом случае эту кашу сам есть не буду ну ладно не будем делать поспешных выводов потому же зайдет еще давайте посмотрим песику чем будет жанна жан иди кушай 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 твоя твоя еда кушай кушай моя девочка кушай на эту кашу на охотно есть нежели чем с гречкой это не похоже на еду это квашня суп с нее там на рыбалке не сваришь на природе все накладываю чуть-чуть внешний вид не очень дегустируем и делаем выводы выключаю огонь накладываю чуть-чуть этого мне хватит чтобы высказать свое личное мнение об этой каши давайте по запаху на разогретую есть не будут ребят итог по пятибалльной шкале это твердая единица с большим большим минусом это рисовая каша не знаю кому-то на любителя дальше гречневая каша если брать соотношение по вкусовым ощущениям мясо с крупой гречневая каша съедобна очень вкусная но я дам ей четверочку не знаю почему но четверочку мало мяса наверное каша с перловкой 5 из 5 то есть из вот этого ценового сегмента понимать из дешевого вот поэтому перловка у нас выиграла первенство я рекомендую приобретать на черный день перловку и гречку рис не рекомендую вообще но если только ваши собаки собака кашу съела даже охотнее нежели с гречкой то есть как для каши для собаки это пойдет но для людей я не знаю я не враг своему здоровью поэтому ребят все обзор закончен приятного как говорится аппетита не болеть лайк подписка комментарии много не прошу все ребят всего доброго если не попадется кстати гороховая каша я с удовольствием попробую если ее не будет в магазине я и попробую найти в интернет в магазине и заказать и для вас сделать такой еще там микро обзорчик по смену по самому интересно гороховое пюре мне нравится и обожаю там с подливочкой там все это вкусненько заходит какая будет каша я не знаю все ребят всем пока пока пока